Как формировать портфель в текущей ситуации, на что обращать особое внимание, если говорить о том, какие могут быть стратегии, то есть я говорил, здесь можно говорить, наверное, о 3 плюс 1 стратегии. Если говорить, что это за стратегия, то есть вариант номер один, такой некий классический, который заключается в том, что в принципе ничего не делать, просто дождаться падения, соответственно, купить подешевевшие активы. Но в этом случае нам нужно понимать, что нужно нам защищать какие-то образы средств от инфляции. Поэтому здесь выходит на второй план механизмы покупки дивидендных компаний. Вы наверняка видели, если вы занимаетесь вопросами инвестирования, то тема покупки дивидендных аристократов, она сейчас последний год-полтора стала в том числе очень популярна и в России. Вообще для частных инвесторов последние 3-5 лет популярными становятся две стратегии инвестирования. То есть первое – это индексное инвестирование с регулярной реабилансировкой портфеля. Второе – это покупка дивидендных аристократов. И здесь очень важно понимать, за счет чего выплачиваются дивиденды. По стратегиям. Какие могут быть еще стратегии? Стратегии могут быть покупка компаний, у которых сейчас все плохо в ситуации с ковидом, в ситуации, когда операционная прибыль серьезно падает. В большей степени это связано с авиакомпаниями, с авиапроизводителями. Так называемые трэш-портфели. Уже есть компании, которые упали более чем на 50-70%. И действительно есть возможность купить компанию с высоким уровнем риска, что компания в итоге станет банкротом. Но тем не менее, если она все-таки выживет, то там может быть достаточно хороший профиль. Вообще посыл такой в настоящий момент, что не стоит сейчас торопиться, друзья. Сейчас вопрос в том, какие механизмы позволяют защитить. Инструменты должны быть консервативными и защитными. То есть есть консервативные, это по сохранению, то есть деньги, по сути, и их эквиваленты. Защитные — это инструменты, которые позволяют все-таки сохранить покупательскую способность в то время, когда все будет падать. И я хочу, чтобы для себя сделали определенные выводы. И мне очень бы хотелось, чтобы, во-первых, вы поняли, что инвестиции — это скучно, что инвестиции — это цифры, что возможности по-прежнему в ближайшее время будут достаточно хорошие. И если они не наступили, это не значит, что нужно пересматривать свою собственную стратегию. То есть если вы находитесь в проекте, если вы являетесь участником закрытого клуба, если вы планируете вступить в клуб, вы должны понимать, что вы находитесь в правильном месте, в правильном окружении, с правильными наставниками, которые вас могут поддержать. И если там критическая ситуация еще не наступила, это не значит, что ее не будет. Об этом мы очень много раз говорили. Мы говорили о мерах монетарного стимулирования, о мерах поддержки со стороны правительств, о том, что инфляция, в принципе, если посмотреть достаточно глобально, плохого-то в этом, в принципе, ничего и нет. Но при этом однозначно нужно понимать, что все проблемы будут решаться за счет населения. Вот чтобы не оказаться в числе людей, которые заплатят за разрешение этих проблем. То есть не то, что мы не окажемся. Мы обязательно в этой ситуации окажемся. В любом случае наши доходы будут снижаться. В любом случае налоговая нагрузка будет расти. То есть реальные располагаемые доходы будут уменьшаться. Но при этом очень важно в текущей ситуации сформировать свое видение, стратегию, принять для себя какие-то определенные принципы, которые вам в итоге позволят потерять гораздо меньше, чем будет терять абсолютное большинство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова